Ликвидация долгостроев – одна из главных задач в сфере жилья. В связи с изменениями в законодательстве органы власти рассчитывают избавиться от этой проблемы. В столицу Чувашии в прошлом году достроено и введено в эксплуатацию 14 домов. 2000 участников долевого строительства наконец получили свои ключи. А вот судьба шести объектов повисла в воздухе. Их хотят признать проблемными. С 1 июля 2019 года на строительстве новых объектов действует механизм эскроу-счетов. А это значит, что средства покупателей квартир хранятся в банках, а не поступают напрямую за стройщиком, как это было раньше. Таким образом, поставлен заслон недобросовестным подрядчикам, которые бесконтрольно тратили средства будущих владельцев жилья и нарушали графики ввода домов и эксплуатацию. В соответствии с законодательством теперь строится 36 объектов, а это почти 290 тысяч квадратных метров жилья. Но остались объекты, которые достраиваются по старым нормативным актам. Это более 400 тысяч квадратных метров жилья. Минстрой Чуваши совместно с прокуратурой республики, с правоохранительными органами плотно работает в данном направлении. Защищая дольщиков, берем под усиленный контроль строительства этих объектов. Договор долевого части является гарантом того, что это жильевое помещение в любом случае закреплено за дольщиком и оно никуда не пропадет. Соответственно, сегодня вопрос стоит о достройке объектов и передаче готового жилья дольщикам. Новые инициативы на рынке долевого строительства облегчили процесс признания объектов проблемными. Если раньше это зависело от того, ведутся ли работы на стройке или нет, то сейчас это делается уже в автоматическом режиме. В случае, если у застройщика по каким-то техническим, возможно, финансовым проблемам перенеслись сроки строительства или передачи квартир более чем на 6 месяцев, то это является автоматическим основанием для включения объектов в реестр проблемы. Независимо от финансового положения, независимо от технического состояния готовности объектов. Второй критерий – это признание застройщика банкротом. Это тоже одно из оснований, если даже сроки не стекли передачи. Если в отношении застройщика выводится процедура банкротства, то это тоже является основанием для включения объекта в единый реестр проблемных объектов. По закону, после включения объектов в единый реестр проблемных объектов разрабатывается соответствующая дорожная карта. В Минстрое рассчитывают, что дорожная карта для этих объектов будет готова в апреле. Их возьмут под особый контроль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова